Реализация федеральной программы «Тысяча дворов» продолжается в Хабаровском крае. В этом году в регионе обновят 160 территорий. За каждой, попавшей в программу, осуществляется всесторонний контроль. В благоустройстве своих дворов активное участие принимают и сами жители. История еще одного преображения в репортаже наших корреспондентов. Еще несколько месяцев назад эти дворы в центре Хабаровска были неухоженными и некомфортными. Территория преобразилась благодаря федеральной программе «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке. Обустроена зона для прогулок, детские и спортивные площадки. Также по желанию жильцов в одном из дворов оставили место под новогоднюю елку и две автопарковки. На все потратили около 22 миллионов рублей. Вот я ни одного не видел, кто бы чем-то возмущался и так далее. Вот сегодня просто холодно, мало людей. А так вот часов в пять вечера, вот в эти дни, теплые дни было, но тут человек 20-30 детей, тут виски, игра тут. Здесь у нас располагается рассвет, вот такой вот тигр. По центру у нас находится день, а с другой же стороны у нас закат. В общую концепцию удалось вписать даже гаражи. По согласованию с владельцами их превратили в арт-объекты. Нарисовать местные достопримечательности позвали студентов колледжа искусств. Для них это была первая практика работы с граффити. Работа у нас заняла около двух дней. Первый день мы сначала белили стены, потом мы переносили сами эскизы, а потом уже приступили в цвете. Программа «Тысяча дворов» реализуется первый год. На эти цели Хабаровскому краю выделено больше одного миллиарда рублей. Территории для благоустройства выбрали сначала голосованием жителей, а после решением специальной комиссии. Жители собирали общее собрание собственников для того, подать заявку на участие и в качестве лица единого от всех домов избрали управляющую организацию, как ответственное на лицо. Управляющая компания начала создавать этот дизайн-проект и, естественно, основываясь на мнении жителей. В этом году в Хабаровском крае по программе «Тысяча дворов» будет благоустроено 160 территорий. Завершить работы по всем объектам планируется до 1 декабря. Анастасия Привецкая, Вячеслав Бончужный, телеканал «Губерния».